Kinder Chocolate со злаками. Вот это я никогда не пробовала. О, смотрите какая штукенция, как легко открывается. Самое интересное это игрушка. Ну пожалуйста, что-то такое, что не нужно собирать, чтобы готовая игрушка была. Всем привет, мои хорошие, с вами Эка Эмили. И сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. Я хотела сказать для нас. Как вы уже поняли от названия к видео, сегодня у нас с вами будет продукция компании Kinder. Я ее просто обожаю, особенно киндер-сюрпризы. Мое знакомство вообще с этим брендом началось как раз таки вот с таких вот яичек. В детстве это просто была моя мечта. Я хотела, чтобы каждый раз, когда папа приходил с работы, он приносил вот такой вот киндер. Начнем пробовать. Выберем самый вкусный продукт из всего этого. К сожалению, каких-то соков от компании Kinder или каких-то йогуртов я не нашла. Все, что есть это вот. Может вы знаете больше продуктов от этого бренда, то обязательно напишите в комментариях, если я что-то упустила. Итак, первое, то, что я просто обожаю, это молочный ломтик. Выглядит он вот так вот. И это самый вкусный товар из этого бренда. Я буду стараться не шуршать. Как я могла, как я могла. Развалился. К сожалению, я не очень удачно открыла, поэтому произошел вот такой вот казус. Из сладостей это самое любимое. Это просто божественно. его даже можно без чая. Он совершенен. Так, дальше. Самая вкусная серия. Я всегда люблю самое вкусное кушать в начале. Не знаю, почему. Обычно все делают наоборот. Даже когда был челлендж с Ватей про суши, Ватя оставлял самый вкусный суши наконец. А я наоборот. Вначале нужно съесть самое-самое вкусное. Хотя не факт, что все остальное невкусное. Вот это, например, я вообще не пробовала. Вот такую вот штучку. Давайте дальше откроем киндер. Что же здесь игрушечка? Я коллекционировала эти игрушки. И в то время, я вам скажу, игрушки были очень-очень достойные, интересные. Ничего не надо было собирать. Уже готовая игрушка была внутри. Вот. Молочный шоколад. Сломала. Самое интересное это игрушка. Ну, пожалуйста, что-то такое, что не нужно собирать, чтобы готовая игрушка была. Что-то девчачье. нет, господа. Это тоже нужно собирать. Что это вообще? Здесь, значит, целая инструкция по применению. Она мне не понадобится. Я сейчас сама додумаюсь, как это. В общем, какая-то непонятная штукенция. Не смогла я ее собрать. Самое главное, не игрушка. Ничего. Не будем расстраиваться. Шоколад очень вкусный. Я его обожаю просто. Дальше следующий ломтик называется Kinder Pingui. Здесь есть Kinder Pingui, есть Kinder Deliz. Мне что-то больше нравится, как выглядит Kinder Pingui. И он, кстати, был в холодильнике. О, смотрите, какая штукенция, как легко открывается. Мне удалось вытащить его без повреждения. Пробуем. Нежнейшая какая-то масса внутри. Обалденно просто. Это даже лучше, чем молочный ломтик. Это вкуснее. Стоил, кстати, он 1 монат 50 копеек. Нереальная вкусняшка. Вообще не собиралась это видео снимать. Но мне написали в комментариях, что я обещала, когда снимала продукцию Милка, что я еще сниму и Kinder. Я подумала, ну раз и обещала, почему бы не снять? Я же все-таки обещала. Я просто думала, что это не особо кому-то будет интересно. Но оказалось, что кто-то ждет. Так вот, дальше пробуем Kinder Deliz. Или как он правильно называется. Оказалось, у них у всех вот такая вот штучка. Вот так вот легко открывается. Технологии. Я специально до конца доедать этот ломтик не буду, потому что если я буду сытая, следовательно, все остальное мне не очень-то и понравится. Поэтому нужно остаться голодной, чтобы сделать правильный выбор. Нет, этот не настолько вкусный. Есть можно. Неплохой, но молочный ломтик и Kinder Ping'Win были намного лучше. Оставляем в сторону. Kinder Chocolate Maxi. Вот это я пробовала миллион раз. И я просто обожаю. Там, знаете, бывают такие коробки. Я специально взяла один, потому что мне нужно было брать разные вещи. Выглядит он вот так вот. И мы начинаем его кушать. Оп! Божественно! Нереально! Просто бот! Он просто одинаковый с этим яичком. На вкус одно и то же. Настолько молочный шоколад, настолько сладкий. Обожаю. Kinder Chocolate со злаками. Вот это я никогда не пробовала. Попробуем. Стоило 80 копеек. Какая-то маленькая штука. Маленькая плитка шоколада. Ой! Сзади, посмотрите. Сзади тут прям злаки. Вы слышите это? Нет, вы слышите это? Я сегодня целое видео буду делать просто вау! Класс! И осталось у нас здесь два основных блюда. Называется Kinder Buena и Kinder Buena White. Давайте начнем с White. Оп! Оп! Он еще в пакете. Здесь две штуки. Я надеюсь, что я вас не раздражаю вот этим вот звуком. Открывается все предельно просто. Выглядит очень-очень аппетитно. Знаете, что это напоминает? Была точно-точно такая же шоколадка. Называлось Чудо. Супер! Уже чай заканчивается. И последний, точно-точно такой, просто с темным шоколадом. Здесь опять так же упаковано две штуки. Вот так вот выглядит темное. Это тоже молочный шоколад. Я думала, что будет какой-то темный шоколад. И вот со светлым, с белым шоколадом. Он прям тает у меня в арку. В арку. Он у меня прям тает в руках. И мы пробуем. Неплохо. Но не прям вау. Вот этот лучше, если сравнивать эти два. Я их обожаю. Обожаю. Это просто очень вкусно. Но если сравнивать весь ассортимент того, что у них есть, на мое удивление, я думала, что мне понравится этот молочный ломтик, который я обожаю, который я ела первым. Но нет. Вот этот вот батончик со злаками, который выглядит вот так вот, и стоит всего 80 копеек, мне понравился больше всего. Он нереально нежный. Он очень вкусный, сытный. И еще очень круто, что он в таком вот миниатюрном размере. Потому что, когда берешь большую шоколадку, ты ее, как правило, не доедаешь. А это, получается, она стоит дешевле, чем обычная шоколадка вдвое. Удобно. Можно с собой взять. Можно ребенку в школу. Итак, для справочки, это не реклама, а жаль. Была бы реклама, было бы круто. Потому что я, на самом деле, очень люблю продукцию Kinder. Я считаю, что они профессионалы своего дела. Они делают нереально вкусные штучечки. Но, что касается того, что мне не понравилось, если честно, вот этот вот, Kinder Bueno, как он правильно называется, мне не понравился. Вообще. Если вы тоже любите продукцию Kinder, то ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Также обязательно подписывайтесь на мой инстаграм. Ссылка будет в инфобоксе. Я вас всех очень сильно люблю. С вами Блайка Эмили. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok